Ещё раз добрый день, уважаемые коллеги. Слышно меня? Видно? Нормально? Слышно, не очень хорошо, но слышно. Слышно, не очень хорошо, но слышно и видно. Так, хорошо, буду постараться погромче тогда. Ну, интересный вопрос, на самом деле, о том, как длительно лечить метастатическую меланому, потому что с профилактической терапией всё понятно. На сегодня те стандарты, которые зарегистрированы для профилактического лечения, чётко нам говорят о длительности 12 месяцев. А вот когда остановиться при лечении метастатической меланомы? Какие у нас возможны клинические сценарии? Да, мы отменяем терапию, как правило, при прогрессировании заболевания. Не каждое прогрессирование, безусловно, является показанием для отмены терапии. И об этом сегодня уже говорилось. Но, тем не менее, если мы видим повторное или массивное прогрессирование болезни, это показания для того, чтобы отменить одну линию терапии, возможно, думать о другой линии терапии. Когда мы видим выраженные нежелательные явления, если они не поддаются, скажем, контролю при коррекции дозы, при адекватном назначении сопутствующей терапии, это тоже может стать показанием для отмены лечения. А вот пациенты, которые достигают длительных объективных ответов или даже стабилизацией, вот в этой ситуации, насколько сегодня вообще, как решается вопрос о том, надо ли продолжать пациентам лечение, отменить его, думать ли о переходе на какой-то другой вид терапии. Что сегодняшняя практика говорит нам? Ну, мы знаем, что в большинстве клинических исследований лечение продолжалось до прогрессирования или развития выраженной токсичности. Поэтому, к сожалению, данные большинства исследований не могут нам помочь в плане определения оптимальной длительности лечения. На сегодняшний день единственное исключение – это исследование Киноут-006, пембролизумабом и эпилемумабом, и об этом мы чуть позже поговорим. Мы, если мы обратимся к инструкциям, официально зарегистрированным препаратам в нашей стране и не только в нашей стране, то эти инструкции, так же, как и рекомендации, также предлагают нам продолжать лечение до прогрессирования или развития выраженной токсичности. То есть на сегодняшний день у нас законодательной базы для того, чтобы отменить терапию пациенту, достигшему объективного ответа или стабилизации болезни, нет. Ну и те данные, которые сегодня есть по наблюдению за пациентами, прекратившими лечение после достижения объективного ответа, они пока лимитированы. Но, тем не менее, мы сегодня посмотрим все-таки, какую информацию нам эти исследования представляют. Почему еще важен этот вопрос? Во-первых, конечно, мы не должны забывать о нежелательных явлениях. Да, мы хорошо знаем, что, как правило, наиболее выраженные нежелательные явления и на таргетной терапии, и на иммуно-онкологической терапии встречаются в течение первых трех-шести месяцев лечения. Дальше частота развития таких осложнений, она снижается, и клинические исследования, говоря нам, что ни иммунотерапия, ни таргетная терапия не имеют кумулятивной иноксичности. Тем не менее, риск получить нежелательное явление, выраженное нежелательное явление, остается по мере продолжения терапии и таргетной иммунотерапии. Очень важный фактор – стоимость лечения. Такой термин сегодня активно обсуждается, финансовая токсичность. Действительно, посмотрите, те прекрасные результаты клинические, которые мы видим при использовании таргетных препаратов, иммуно-онкологических препаратов, в общем-то, за ними стоит очень большая нагрузка на здравоохранение. И, в общем-то, сегодня ни для одной страны мира вот такие цифры не являются какими-то незначимыми. Конечно, это очень большая нагрузка на бюджет любого здравоохранения. Как часто мы встречаем пациентов с объективными ответами и на таргетной терапии, и на иммуно-онкологической терапии? Ну, мы видим, кстати, что, в общем-то, частота существенно не отличается ни для таргетных препаратов, я имею в виду достижение полного ответа. Если о полном ответе говорить, это примерно 18-22%. Если говорить в целом о объективных ответах, то, конечно, здесь лидирует комбинированная таргетная терапия, где эта частота достигает 70%, существенно ниже эта частота на монорежимах антипиди-антител, комбинация дает нам достаточно высокую эффективность 58% объективных ответов. Но что важно, если мы говорим о длительности ответа, все-таки для таргетных препаратов мы видим, что длительность ответа, как правило, лимитирована и не превышает 12-14 месяцев. В очень положительную сторону отличаются те объективные ответы, которые мы встречаем на иммуно-онкологических препаратах. И те исследования, результаты которых сегодня опубликованы, обратить внимание, что медианная длительность ответа не была достигнута ни для монорежимов антипиди-антител, ни тем более для комбинированной иммунотерапии. Небольшое количество ретроспективных исследований с очень небольшим количеством наблюдений, но тем не менее говорят нам о том, что все-таки при отмене таргетной терапии у большинства пациентов происходит прогрессирование заболевания. Частота этого прогрессирования зависит скорее от сроков наблюдения. В тех случаях, когда пациенты наблюдаются, вот эти работы нам, первые две работы нам показывают, медианное наблюдение мы видим 12-16 месяцев, результаты говорят, что у половины пациентов после отмены терапии на фоне достижения полного ответа регистрируется прогрессирование. При увеличении сроков наблюдения еще одна работа показала, что у всех пациентов регистрируется прогрессирование заболевания. Но еще раз хочу сказать, что это такие очень небольшие по количеству наблюдений работы. А вот достаточно большой анализ данных был проведен при таком комбинированном изучении результатов двух очень больших исследований с комбинацией Даброфениба и Трамитиниба. В конце 2019 года были представлены уже пятилетние результаты наблюдения с пациентами. И дополнительный анализ был проведен именно для тех пациентов, которые достигли полного ответа на комбинированной таргетной терапии. Таких пациентов в двух исследованиях было больше 100, что составляет 19%. И мы видим на выживаемости, что действительно достижение полного ответа является очень таким благоприятным фактором, влияющим на выживаемость без прогрессирования. Для пациентов с полным ответом почти половина пациентов пять лет пережила, не имея прогрессирование болезни. Если говорить о общей выживаемости, то это тоже очень существенная прибавка 30%, 71% пациентов пять лет переживает. Но это только для полного ответа. Частичный ответ, к сожалению, такими благоприятными характеристиками не может похвастаться. И в целом и выживаемость без прогрессирования, и общая выживаемость для пациентов, достигающих численного ответа, она не отличается от общей популяции. Что оказалось вот через пять лет, что среди пациентов с полным ответом умерли 28%, 19% продолжают. лечение, продолжают получать лечение, 22% пациентов находятся в фазе наблюдения. То есть у них терапия после достижения полного ответа была отменена, в том числе и по причине нежелательных явлений. Ну и третья часть пациентов, 30%, они закончили участие в исследовании. Ответ сохраняется у 50% пациентов. К сожалению, этот поданализ не дает нам такую более четкую картину того, прогрессирование развивается у пациентов непосредственно на фоне терапии или после ее отмены. Но, тем не менее, мы видим, что медиана времени до наступления полного ответа по этим данным составила 5,6 месяцев. И хочу обратить особое внимание, что медиана длительности полного ответа достигла трех лет. То есть если мы достигаем полного ответа у пациента на фоне комбинированной таргетной терапии, то вот тут мы вправе рассчитывать действительно на очень высокие показатели выживаемости. Дальше был проведен анализ факторов, которые повышают вероятность достижения полного ответа на таргетной терапии. Какие факторы влияют на эту вероятность? Это нулевой статус, то есть это отсутствие симптомов заболевания на момент начала лечения. Это нормальный уровень ЛДГ. И это менее трех локализаций метастазов. При наличии этих трех факторов благоприятного прогноза, что в общем-то неудивительно, потому что это действительно хорошо известные нам факторы прогноза, влияющие не только на эффективность таргетной терапии, но и иммуно-онкологической терапии. Ну вот если говорить о таргетных препаратах, то наличие этих трех факторов существенно повышает вероятность достижения полного ответа. А вот попытка оценить факторы, которые бы позволили ответить на вопрос, разовьется прогрессирование заболевания у пациентов с полными ответами или такого прогрессирования не будет, к сожалению, вот здесь такого, скажем, такой анализ не получился, потому что вот все известные нам сегодня факторы и благоприятного, и неблагоприятного прогноза, они существенно не отличались между вот этими двумя группами препаратов. Если мы поговорим, теперь мы посмотрим о том, что происходит с пациентами, которые достигают полного ответа на иммуно-онкологической терапии. Мы хорошо с вами знаем, что особенностью иммуно-онкологических препаратов являются длительные ответы, и вот то исследование, о котором я уже говорила, Киноут 006, его основной отличительной особенностью является то, что здесь лечение имело свои ограничения. То есть пациенты максимальная длительность лечения составляла для пембролизумаба два года, и дальше это лечение прекращалось, независимо от того, достигали ли пациенты стабилизации, объективного и полного ответа. В этом исследовании была прослежена судьба пациентов, которые достигли полного ответа на пембролизумабе. Мы видим, хорошо знаем уже эту цифру, те же примерно 18-19% пациентов закончили двухлетнюю терапию без прогрессирования. Из них у большинства был зарегистрирован на момент окончания лечения частичный ответ, у 21% полный ответ был зарегистрирован, и у 12% пациентов была зарегистрирована стабилизация. Обновленные данные по выживаемости были представлены в прошлом году, тогда, когда медианное наблюдение за пациентами после окончания лечения составило два года. Представьте себе вообще, какой длительный период наблюдения за этими пациентами, насколько длительным было это наблюдение. То есть два года они лечение получали, и дальше они еще два года наблюдались. И вот оказалось, что большинство пациентов, которые достигают объективного ответа в течение двух лет, живут без прогрессирования болезни и, соответственно, без необходимости назначения каких-то последующих линий терапии. Вот мы хорошо видим эти две верхние кривые. Результаты у пациентов, которые достигли стабилизации, они несколько хуже. Но, тем не менее, даже при развитии стабилизации 40% пациентов после отмены терапии живут без прогрессирования заболевания. То есть мы действительно, эти данные подтверждают, что эффект иммунотерапии сохраняется и после достижения объективного ответа полного и частичного, и после достижения стабилизации заболевания. Наталья Владимировна уже сказала, что сегодня у нас есть данные, которые говорят нам о том, что если пациенты закончили иммунотерапию с достижением полного ответа, но затем спрогрессировали, у них есть возможность назначить, повторно назначить иммуноонкологические препараты и получить, тем не менее, ответ. И даже если пациенты, достигшие полного ответа, закончили лечение несколько раньше, чем вот этот вот стандартный двухгодичный курс, то и у них двухгодичная выживаемость без прогрессирования составила 85%. Еще одно очень большое ретроспективное исследование было проведено в центре Memorial Sloan Kettering. Посмотрите, в течение девяти лет проходил набор исследований, вернее, набор пациентов в это исследование. Особенностью является его то, что большинство пациентов, включенных сюда, лечились не в рамках клинических исследований, хотя и такие пациенты были, а получали терапию, монотерапию ингибиторами ПД-1 в рамках общей практики. Поэтому здесь более так свободно относились и к длительности лечения, и к регистрации полного ответа. Ну вот из почти 400 пациентов с метастатической меланомой, которые получали монотерапию ингибиторами ПД, у 26 почти процентов пациентов, у 102 был зарегистрирован полный ответ на монотерапию. Медианное наблюдение за пациентами было также достаточно длительное, это 21 месяц, не от момента начала лечения, а от момента регистрации полного ответа. При этом оказалось, что критерии для полного ответа использовались в этом исследовании более широкие. Так, у 76% пациентов был зарегистрирован полный радиологический ответ, по мнению лечащего врача. Правда, потом при пересмотре данных в референс-центре только у 58% полный ответ был подтвержден, а у 18 больных была все-таки выявлена остаточная опухоль. Но оказалось, что независимо от вида вот этого ответа, то есть ответ с остаточной опухолью или полный радиологический ответ, или даже ответ, который назывался патологическим, тогда, когда по данным обследования какие-то проявления заболевания оставались, но проведение биопсии этих остаточных изменений не подтвердило там наличие опухоли. Так вот, у всех пациентов вот с такими разными видами полного ответа не было выявлено статистически значимых различий в выживаемости. Медиана длительности лечения пациентов в этом исследовании с полным ответом, она оказалась существенно меньше, чем в исследованиях, скажем, в регистрационных исследованиях и в том же лечении, в исследовании с пембролизумабом. Это чуть больше 9 месяцев. Какие причины окончания терапии? У большинства больных, 70%, это был сам факт того, что был достигнут полный ответ. При обсуждении с пациентами, сами пациенты нередко были настроены на то, чтобы при достижении полного ответа закончить терапию. По причине токсичности у 23% пациентов терапия была закончена после достижения полного ответа. Ну и у 3% пациентов было выявлено прогрессирование заболевания. Но важно обратить внимание вот на эту цифру. Медиана длительности лечения после достижения полного ответа оказалась равной вообще нулю. Почему? Потому что у части пациентов лечение было закончено еще до развития полного ответа. И полный ответ, мы это тоже с вами знаем, у некоторых пациентов достигается даже после отмены иммунологических препаратов. И длительность лечения после достижения полного ответа, она также была в целом очень и очень невелика. И вот это также отличает общую практику от клинических исследований. В дальнейшем прогрессирование заболевания развилось у 23%. Что это значит? Это значит, что вероятность пережить 3 года, соответственно, без необходимости последующего лечения составила 72%. Да, эта цифра была несколько ниже, чем в исследовании с пембролизумабом. Видимо, по тем причинам, о которых я уже говорила. Это более, вернее, менее длительное само лечение. И большинство пациентов прекращали терапию после достижения полного ответа. Но, тем не менее, все-таки 3 года пережили 72% пациентов. И ответы, полные ответы были такие же длительные. Мы видим, что медиана длительности полного ответа не была достигнута и у этих пациентов. И также было рассчитано, что если полный ответ сохраняется в течение года от момента его регистрации, то вероятность сохранить этот ответ в течение последующих лет повышается до 83%. То есть даже и в общей практике мы видим, что достижение полного ответа на иммуно-онкологических препаратах и при отмене терапии большинство пациентов ответ удерживает. Исследование с комбинированной иммуно-терапией. Галина Юрьевна, время. Я заканчиваю, Светлана Анатольевна. Но вообще у меня сейчас по моим часам… А, все тогда. 20 минут уже говорите. Тогда я, извините, да, тогда я закончу. Ну, здесь можно только на что обратить внимание, что, действительно, более длительные ответы встречаются на иммуно-онкологических препаратах. Достижение полного ответа крайне важно для улучшения выживаемости. И можно даже говорить об излеченности пациентов. Ну, а пока сегодня мы, действительно, оптимальную длительность лечения не можем окончательно установить ни для таргетной, ни для иммуно-онкологической терапии. Спасибо большое. Извините за перерасход времени.